Анастасия Никитина БДД по городу Чебоксары, Вениамин Иванович Петров, председатель Госкомитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Олег Дмитриев, старший помощник руководителя Следственного комитета по Чувашии, и с другой стороны от меня Николай Вячеславович Тибуков, врач-анестезиолог-реаниматолог скорой помощи, и Елена Николаева, медицинский психолог. На самом деле я начну с просто ужасающих цифр. В 2015 году за лето в России погибло 1674 ребенка. То есть, представляете, каждый день по 18 человек. В 2016 и 2017 году тоже количество жертв измеряется на самом деле сотнями. Вот что касается, если Чуваши, то у нас какая-то эпидемия выпадения детей из окон. Цифры приведу. В этом году мне сказали, что выпало уже 25 детей, если я права. И надеюсь, что на момент выхода передачи цифра ни в коем случае не увеличится. И у нас была неделя такая, с 14 числа по 18, несколько случаев. То есть, за какой-то период короткий, за буквально 4, видимо, жарких дня. И вот у нас есть материал, давайте с вами посмотрим. Врачи Республиканской детской больницы приводят печальную статистику. В 2015 году к ним поступило 14 детей, выпавших из окон. А за поллета этого года уже 25. И это при том, что и медики, и сотрудники правоохранительных органов, и средства массовой информации не устают повторять. О безопасности детей необходимо заботиться постоянно. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что падение с высоты даже любой маленького ребенка наносит чрезвычайно серьезные травмы. В первую очередь повреждается, к сожалению, голова ребенка, головной мозг. Эти дети все имеют тяжелые черепно-мозговые травмы. Повреждаются внутренние органы. Как правило, это ушибы легких сердца, ушибы органов брюшной полости и переломы конечностей. То есть фактически травмируется весь организм. Спасать таких детей чрезвычайно тяжело. По мнению Анатолия Павлова, основная причина трагедии – родительская беспечность. Есть как минимум два способа предотвратить трагедию – установить специальные оконные блокираторы и не оставлять детей без присмотра. Обращаясь к родителям, хотелось бы сказать – берегите своих детей, потому что погибают совершенно здоровые, красивые дети от вашей беспечности. И вот у меня вопрос ко всем гостям. Как вы думаете, почему, когда, например, я была маленькой, это 90-е годы, никто из окон не падал? Как вы думаете, какие причины есть? Почему сейчас падают? Ну, как правило, сейчас везде пластиковые окна у всех, створки, соответственно, открываются. Вот так вот раньше у нас в нашем детстве деревянные окна были, форточка была наверху. Ну, дети до туда не залезали, даже если залезали, то не могли туда пролезть. Сейчас кто у нас выпадает из окон? Это, как правило, дети уже, которые держатся на ногах, которые могут залезть на подоконник, по дивану, по кровати, по игрушкам, как угодно. На окнах взрослые родители ставят москитные сетки. Для ребёнка непонятно, что такое москитная сетка. Он видит преграду, он думает, что она его удержит, он прислоняется к ней. И в этот момент понятно, что москитная сетка веса ребёнка выдержать не может. Вместе с москитной сеткой ребёнок выпадает. Как правило, всё происходит в течение доли секунды. Смотрел статистику, это возраст такой, год, два года. То есть ребёнок действительно научился ходить, родители, может быть, ещё не обращают на это внимания. Подвинул табуретку, залез, всё, ребёнок выпал. У нас действительно, да, вы помните, наверное, деревянные окна. Это были тугие шпингалеты, которые никто, кроме отца, например, даже мамы не могла их открыть. Сейчас всё просто. И вы знаете, здесь я нашла достаточно интересный момент. Оказывается, вот в российской газете я прочитала, что после череды трагедий по результатам обращения Следственного комитета приказом Росстандарта утверждено изменение к ГОСТам блоки оконной, общие технические условия. Этот ГОСТ ввели с 1 сентября 2016 года. То есть уже два года у нас действует, на самом деле, новый ГОСТ. И так и сказано, что отныне производителям запрещено продавать конструкции без специальных запорных механизмов. Мы с мужем недавно купили квартиру в новом доме, то есть он сдался буквально в этом году. Там стоят, это микро-университет 2, стоят абсолютно обычные окна без блокираторов. Я обратилась в разные инстанции прокомментировать этот момент. Это был Минстрой нашей республики, Росстандарт, Экспертиза и Роспотребнадзор. Никто из этих ведомств не смог мне дать чёткого ответа, почему у нас до сих пор в домах, например, ставят такие вот окна. Тогда мы обратились к, на самом деле, производителю окон. Может быть, они в курсе хотя бы, да, что у нас изменилось. И давайте посмотрим. Это у нас Алексей Кузин, руководитель юридического отдела компании «Ваши окна». Да, действительно, с сентября 2016 года в действующий год были внесены важные изменения в части повышения безопасности окон путём установки в них детских замков. Производитель обязан уведомить покупателя о действующем стандарте, но клиент может отказаться от использования таких устройств. При этом все риски покупатель принимает на себя. По второму вопросу, если застройщик строит жилой дом по проекту, выполненному прошедшему экспертизу до внесения указанных изменений, то решение о применении замков безопасности остаётся за строителями. В случае, если проект и его экспертиза выполнены после сентября 2016 года, то все риски неприменительских замков принимает на себя застройщик. Он может сразу заказать безопасные окна с установленными детскими замками, установить дополнительные замки самостоятельно, либо обратиться для этого в специализированную фирму. И вот в таком случае, да, у меня вопрос. А если в микрорайоне университет 2 из окон, не дай бог, выпадает ребёнок, что это означает? Что у нас застройщик несёт вину, или всё-таки как-то не так это всё будет решаться? Ну, во-первых, надо, наверное, сказать, что вот эти вот требования ГОСТа, в которые были внесены изменения относительно обязательности наличия блокираторов, блокирующих устройств, соответственно, они распространяются на всех. Да, и производители, соответственно, если застройщик соглашается на то, что будут установлены другие окна, то несёт ответственность застройщик. Предусмотрена у нас административная ответственность статья 9.4 кодекса об административных правонарушениях. Контроль за исполнением вот этих норм осуществляют органы ГОСТа и надзора. ГОСТа и надзор в нашей республике это Минстрой Чувашин. Вопрос к ним, почему, конечно, они не смогли прокомментировать, возможно, они не совсем были подготовлены к тому, чтобы дать какой-то ответ. Существует практика определённая уже, судебная, в том числе по поводу привлечения как застройщиков, так и производителей окон к ответственности. Что касается тех случаев, когда дети выпадают из окон. Здесь, конечно, в каждом конкретном случае надо смотреть, когда были установлены окна. Если они были установлены до внесения вот этих изменений, то сложно будет там привлечь. У нас закон административный, уголовный закон нераспространения не имеет. Да, я речь веду только о том, что произошло после сентября 2010 года. Ну, здесь, конечно, надо будет в каждом конкретном случае разбираться, кто не будет нести ответственность. Но, тем не менее, как бы всё-таки мы, как говорится, следственные комитеты и правоохранительные органы, к сожалению, очень часто вынуждены работать уже, как говорится, по последствиям, когда уже нет ребёнка, к сожалению. Вот я тоже хотела сказать родителям, да, на самом деле, что кто несёт ответственность, это, конечно, будут разбираться, кого-то, возможно, накажут, но это уже никак не справит ситуация. Это уже никак не справит. Ребёнок, он может стать инвалидом, а привлечение какого-либо конкретного лица, юридического, физического, за то, что он что-то там не сделал, можно привлечь, но вопрос, где ребёнок. Ну да, в общем, безопасность наших с вами детей, на самом деле, только в наших руках, да, постарайтесь-таки установить блокираторы. Это может спасти жизнь, я думаю. А вот ещё один момент. Говорят, что... Почему сейчас дети падают из окон? Потому что выросло поколение инфантильных родителей, которые заняты в телефоне, да, это много времени проводят. Действительно так? Нынешние родители отличаются от предыдущих поколений? Родители, естественно, отличаются, потому что поколение новое, да, новые веяния какие-то, новые требования, новые... Те же самые гаджеты, да, раньше такого не было. Раньше мы читали книги в библиотеке, они ходили с телефонами, с электронными... Которые под носом, да, 24 часа в сутки. Да, постоянно 24 часа в доступности. Поэтому, да, действительно много... Многие родители используют гаджеты, многие родители отвлекаются, многие рабочие моменты сейчас связаны с тем, что мы должны быть на телефоне, постоянно на связи, какую-то информацию передавать. Ну, жизнь диктует, да, на самом деле. Жизнь, действительно, диктует уже другие веяния, и, естественно, родители отличаются от тех родителей, которые были нашими родителями. Что им тогда можно посоветовать, да? Вот маленький ребенок, высокий этаж, пластиковые окна и телефон, который, ну да, никуда не денешь, вот, например, даже во время записи лежит. Ну, если это окна, да, то это, естественно, какие-то фиксаторы. Те фиксаторы, которые не дадут возможности открыть легко, не дадут ребенку возможности как бы подойти к этой москитной сетке и, не дай бог, что-то там случится трагическое. То есть это вот защитные какие-то механизмы, которые мы, родители, думая о нашем здоровье, о здоровье наших детей можем использовать. Вот тоже то, что интернет советует, на самом деле, да, новому поколению, как-то их называют, таких инфантильных родителей, я сейчас зачитаю. На самом деле советуют не приучать ребенка смотреть из окна, да? Мы же часто ставим ребенка, смотри, какая птичка, собачка бежит и так далее. И ребенку, естественно, становится интересно, он залезает уже без нашего с вами участия. Сделать окнами, как вы же сказали, действительно недоступными, да, заставить там подоконник цветами, какой-то мебелью, по которой невозможно залезть и так далее. Да, убрать вещи, по которым могут стать лестницей. И, как и пишут, еще не расслабляйтесь, если считаете, что ребенок не умеет, ну, не может залезть, не умеет ходить, потому что научиться, да, он может в любой момент, он еще не ходил, и вот он уже ходит и пошел к окну. Понятно, что, когда и это случилось, не дай бог, ищут виноватого, да, как мы уже говорили, застройщика, там, производителя окон и так далее. И все-таки, а для самих родителей, которые не уследили, есть какое-то наказание? Помимо морального груза, да? Ну, кроме моральной ответственности, конечно, что у нас существует и административная ответственность, и уголовная ответственность, но здесь, опять же, надо конкретно смотреть, мог ли, действительно ли, и в результате бездействия родителей ребенок получил травму в результате падения из окна, потому что, ну, зачастую, фактически всего, конечно, предусмотреть невозможно, и бывает в уголовном праве такое понятие называется казусом, да, то есть невозможно предугадать, предусмотреть всех и даже в голове, там, держать какие-то моменты. Ну, вот зачастую у нас, как бывает, родители в той же комнате, в той же квартире, в другой комнате буквально отлучились там на... Ну, чайники пицысты, да. Ребенок находился только что в этой же комнате, через две минуты его уже нет нигде. Вот, такие случаи, к сожалению, бывают. Да, у нас бывают случаи, что бывали случаи, вернее, что мы и привлекали к уголовной ответственности, когда, ну, взрослые уже люди своих племянников ставили, как вы говорите, на подоконник посмотреть, что там вот, смотри, что там происходит. Какой-то родители в этот момент выходили в магазин и буквально телефонный звонок или еще что-то взрослый человек отвлекается, не держит ребенка, ребенок опирается и опять падает. Это все казусы, как вы говорите, или нет? В каждом конкретном случае надо смотреть отдельно. Я говорю, вот в конкретном случае, когда взрослый человек ставит и теряет контроль над ребенком, то в данном случае возможны и привлечения к уголовной ответственности за причиной смерти по неосторожности, но, опять же, это в зависимости уже от каждой конкретной ситуации. Вот, может быть, для тех родителей, кто еще все-таки, для кого недостаточно убедительной причины поставить блокиратор, я бы хотела послушать вас. Каковы шансы и вообще что происходит, даже если ребенок падает с небольшой высоты, даже если, например, второй этаж? Самое основное правило в данном случае, это правило называется «не навреди». То есть не нужно самостоятельно оказывать помощь, вы не сможете оказать квалифицированную помощь. Самое первое, что необходимо здесь сделать, это вызвать скорую помощь, подсказать, с какой стороны находится, потому что не всегда можно подъехать к месту происшествия, купировать, либо предотвратить, как бы жизнеугрожающие состояния. Это такие, как наступление клинической смерти, либо артериальные кровотечения до приезда скорой помощи. И помогать скорой помощи доехать до места происшествия, потому что сейчас дворы все заставлены, очень тяжело бывает подъезжать к месту происшествия. Бывает такое, что и вокруг дома крутится, а скорая помощь не может найти, где же все-таки это произошло. В общем, включить по возможности как-то трезвую голову, постараться не трогать ребенка, который, например, упал. Да, у нас в городе, в республике, ну и в России в целом тысячи и миллионы этих окон современных. Блокираторы, да, предусмотрены они, наверное, будущим. Но на сегодняшний день, наверное, пожелание такое. Если действительно есть такое, окна можно же полностью не раскрывать, а просто их откинуть. В таком случае, да, действительно, может быть, на 90% мы обеспечим безопасность наших детей, особенно малышей, которым один, ну, до трех лет, потому что они активны, они любознательны, они везде бегают, прыгают, лазают, и в итоге вот такие печальные итоги бывают. Поэтому убедительно просьба учесть вот хотя бы такой простой элементарный момент. Ну да, то есть вы же не призываете, да, сидеть действительно в духоте с запертыми окнами, именно просто обеспечить, чтобы ребенок сам не открыл целиком вот эту вот створку или не опирался на москитную сетку. Ну и опять же, если нету этих фиксаторов, бакераторов, их может установить любая оконная компания. Компания, да, мы бы там. То есть недорого стоит совершенно, я думаю, 200-300 рубля. Мы устанавливали. Совершенно не стоит ничего по сравнению с жизнью ребенка и с тем, что ты будешь абсолютно уверен в его безопасности. Ну да, вы говорите, вы устанавливали. Действительно, мне кажется, здесь от тех, кто приходится сталкиваться с безопасностью детей, да, вы, мне кажется, об этом все-таки подумали. И вот тогда следующий вопрос. У меня у кого из вас есть дети в школьном возрасте? Скажите, пожалуйста, у кого? У меня у ребенка школьного возраста. Так, у вас внуки есть, да? Да, да. Вопрос такой. Вы знаете, что ваши дети делают прямо сейчас, в данный момент? Да, конечно. Вы уверены, что они не пошли плавать в жару? Да, конечно. И вот все-таки, да, почему спрашиваю? Потому что на самом деле для детей поплавать в жару и для меня лично было любимым развлечением. Поэтому в любое время хотел сходить на пляж. И вот такой момент тогда. Какая статистика у нас в этом году? Что по этим? К сожалению, вот по гибели, особенно детей в этом году, статистика она очень печальная. В этом году мы уже потеряли в этот купальный сезон пятерых детей. А возраст у них всего-то от трех до двенадцати лет. А взять хотя бы вот пять последних лет, с четырнадцатого года по сегодняшний день, купальный сезон, мы потеряли тридцать детей. Это целых два класса школьных, можно назвать. И причина, это первое, из тридцати двадцать восемь у нас находились без взрослых. То есть просто, как я уже сказала в начале, пошли одни купаться. Одни купаться, именно сами дети, а возраст от двух лет до пятнадцати. И двадцать девять купались в местах, не оборудованных для купания. Это в основном сельские пруды, это малые реки. То есть на больших реках, Волга, Суратом и остальное, таких несчастных случаев у нас минимальное количество. Но в основном вот сельская местность, да, и потом выезжая на отдых, на природу, и в итоге вот такие печальные случаи. Я вот хочу сразу спросить на самом деле Елену, как объяснить детям, например, ребенок отдыхает в деревне у бабушки, там, естественно, есть пруд, куча сверстников, они целодельная улица. Как объяснить, что нельзя ходить на пруд? Как выстроить вот эту вот беседу? Потому что, ну, не знаю, как сделать так, чтобы авторитетное мнение было взрослого? Изначально отношения ребенок-родитель, да, всегда строятся на доверительных отношениях. То есть это доверительное отношение, это общение регулярное, это постоянные, как бы, разговоры о том, что можно нельзя, и правила, да. То есть ребенок должен знать правила поведения на воде, правила поведения, там, на дороге, ну, и во всех остальных ситуациях. Поэтому здесь, с точки зрения родителей, это, естественно, как бы, те правила, которые мы обсуждаем, и для ребенка еще свойственно подражательное поведение. То есть это собственный пример родителя. Да, если родитель сам должен показать своим примером, что можно, что нельзя, что если мы не заплываем за буйки, то мы ни в каком случае не заплываем за буйки, даже, там, взрослые, там, в компании, либо еще что-то, да. То есть вот и четкие ограничения, вот, что можно, что нельзя без взрослых, естественно. Вот тоже как выставить ограничения. Например, если я не пойду на пруд, потому что мама будет ругать, ему сверстник тут же говорит, а что, мама не узнает. То есть вот это ругать, мне кажется, да, это, ну, не причина не ходить. Может быть, действительно, объяснять, да, чем, может, и может закончиться, или как. Тут, смотрите, тут не столько ругать, да, как бы не... Я как раз говорю о доверии. То есть отношения доверительные не в том, что меня наругают, меня там накажут, а у нас такие правила в семье. Мы с мамой так договорились, что я без мамы, без папы, без старшего брата, либо без взрослого вообще просто не хожу. Ну да, и почему? Потому что взрослые, да, не ограничивают меня свободу, волнуются за... Потому что меня любят. То есть на уважение еще все это, как бы на уважение, на доверие все строятся эти отношения. А вот у меня, Алина Иванович, тоже вопрос. Как вести себя? Предположим, внук остался с бабушкой, да? Пошли они на оборудованный пляж, в Чебоксарах, к примеру. Бабушка смотрит, ребенок купается, и вдруг понимает, что не может найти в толпе плавающих. Что в первую очередь ей сделать? Ну, если организованный пляж, речь идет, то на каждом организованном пляже у нас дежурят, прежде всего, спасатели и медицинские работники. Поэтому как можно быстрее сообщить спасателю и показать то место, где в последний момент видели этого ребенка. Потому что время на считанные секунды, минуты, чтобы его достать и оказать первую помощь. Поэтому здесь реакция должна быть такой мгновенной. Но в то же время я бы хотел такой момент еще. Да, детей надо учить, детей надо воспитывать, это понятно. Хотя сейчас и в школах уделяется большое внимание, чтобы обучить плавать. И средства массовой информации уделяют большое внимание. Но основной массой своей безответственность взрослых, прежде всего, родителей, приводит к этим печальным случаям. Поэтому если едем отдыхать, то прежде всего, конечно, в самом начале обговорить, проговорить и предупредить. Потому что не знаем, какое дно водоема, что там внизу, какое состояние ребенка, даже по внешне мы не можем определить. Потому что он перегрелся, прыгнул в воду, спазм и все остальное. Поэтому вот эти печальные случаи, прежде всего, из-за безответственности родителей. Но вот простые, абсолютно простые примеры. Вот был у нас в 2016 году случай, что в Марлинском районе двое детишек сразу утонули. В этом году есть. За огородом выкапывают котлован, водоем для полива воды. Но если выкопал, если организовал, ну поставь маломальские ограждения. В итоге мы потеряли в 2016 году двоих, в этом году одного, вот таких котлованах. Или последний случай, Новочебоксарск. Приехали отдыхать на дачу, взрослые пошли 18 часов в баню, двум малолетним, 5 и 7 лет, говорят, идите домой. Все. 18 часов домой дети не пойдут, пойдут. Рядом 50 метров заброшенный пруд, заросший травой, заросший кустарниками и все прочее. Дети пошли туда, может быть, не купаться даже, просто играючи. Пятилетний падает в воду, 7-летний бежит, прибежали, а время прошло уже, к сожалению. Поэтому тут, прежде всего, конечно, ответственность ложится на самих родителей. Вы скажите, пожалуйста, как понять, что ребенок тонет? Вот я слышала много историй, когда говорят, вот действительно наш родственник был, например, купался буквально с ребенком рядом, вот в метре, и не видел, что ребенок тонет. Ну спасли, все обошлось, как бы, да, там просто захлебываться начал. Говорят, что отличается поведение детей от взрослых, то есть дети не кричат, это правда? Ну зачастую дети не кричат, потому что взрослый все за реакцией у него, когда, ну, чувствует, что ему плохо, как-то реакция у него быстрее. А дети все же они, ну, как сказать здесь? Ну я могу рассказать, я сам тонул в свое время, 7 лет мне было, не умел плавать. Тоже в необорудованном месте выехали купаться, вроде много детей у нас было. Там, на самом деле, кричать ты не получишь, ты захочешь закричать, но ты начинаешь захлебываться и уходишь под воду, и уже думаешь. Ну, просто рядом оказался более старший, скажем так, мальчик, и он меня вытащил просто, вот только благодаря этому. А родители присутствовали на берегу? Нет, это был организованный выезд, я тогда ходил в спортшколу, и, в общем, вот. Ну, такие случаи бывали в нашем детстве, к сожалению. Вот так вот, даже действительно организованный выход, да, не гарантия, что? Да, не гарантия, абсолютно, и когда ты уходишь под воду, ты ничего не сможешь делать, если кто-то рядом не заметит, тебе, ты не сможешь ни крикнуть, ни... Единственное, что-то я там барахнулся, и вот, может быть, в этот момент заметил. Привлек внимание. Вот все-таки что делать, если действительно увидели, да, там, вытащили ребенка, спасли, до приезда скорой, что нужно делать? Самое первое, что необходимо сделать, это позвать на помощь, потому что один человек не сможет оказать сквалифицированную помощь до врачебного. После того, как позвали на помощь, необходимо, опять же, вызвать скорую помощь с указанием места, возможных путей подъезда, потому что зачастую наши водоемы не оборудованы для медицинской эвакуации и для пути подъезда. То есть нужно подумать, когда-то, возможно, вынести, то есть можно выносить в этом случае, да, или не как в случае ДТП или там падения? Ну, здесь основная причина – это все-таки остановка дыхания, и в этом случае, после того, как вызвали скорую помощь, необходимо санация ротовой полости, то есть очистить ротовую полость. Каким образом? Просто открываете рот, зачастую ребенок уже находится без сознания, открываете рот. А вот в каком положении? Это нужно перевернуть, чтобы на живот положить? Это либо на бок, либо положением на собственное колено кладете ребенка животом вниз, чтобы был от ног, чтобы сверху вниз вода вытекала. После этого и начинаете уже оказывать сердечно-легочную реанимацию. Это вот то, что нам как раз показывают в роликах, да, всех обучающих? Это, как я слышала, что такое, как 30 раз мы делаем массаж сердца, и два… 30 непрямых массажов в сердце, и два вдоха. Интересный момент тоже слышала, может быть, кому-то действительно пригодится, когда общалась с медиками. Что, когда вы делаете массаж сердца, самый нужный ритм – это ритм любой попсовой песни. Например, да, там «Морская черепашка» по имени Наташка. Это, конечно, ну, может быть, просто действительно кому-то поможет. То есть с какой частотой давить? Любая – не любая, у детей частота она больше, у взрослого человека это мы берем за ритм песни группа «Крови на рукаве». И под эту песню начинаем оказывать сердечно-легочную реанимацию. На всякий случай, да, в жизни бывают всякие ситуации. Советую всем послушать эту группу и знать, с каким ритмом делать напрямой массаж сердца. И сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Еще одна самая, наверное, такая больная тема летний период – это дороги. Предположим, ситуацию. В загородный лагерь родители не смогли добыть путевку. Пришкольный лагерь закончился в июне. Бабушки мало того, что в городе живут, они еще и работают. А в связи с последними событиями такое, кстати, не может быть. Что делать? Ребенок остается, ну, предположим, что ему действительно 10-12 лет. Что ему, естественно, хочется гулять. Вот как сделать так, чтобы под колесами автомобиля ребенок не поедет? Ну, каждый из нас, взрослый, ребенок, хочет того или нет, является участником дорожного движения. И он обязан знать и соблюдать правила дорожного движения, как только он выходит с подъезда на улицу. То есть первое – это обучить ребенка элементарно какие-то правила. Обучение в Чебоксарах идет с детского сада с двух лет правилам дорожного движения. Целенаправленно, постепенно и наши дети в Чебоксарах правила дорожного движения знают. Даже если взять статистику, за 6 месяцев этого года 31 ребенок попал в ДТП, 21 из них – пешеход. И только из 21 пятеро получили травмы по собственной неосторожности. То есть либо переход в неположенном месте, либо неожиданный выход на дорогу из-за стоящих транспортных средств – 5 из 21 пешехода. Ну, потому что действительно, кажется, все мы взрослые люди, все мы знаем, да, как вести себя на дороге, и все равно люди гибнут под колесами. Ребенок никогда не будет осознанно нарушать правила дорожного движения. Он будет делать это, если мама переходит в неположенном месте, папа переходит на красный. Опять же, примеры личные, да? Да, да. Поэтому мы проводим большую работу в детских садах, в школах. Педагоги проводят огромную работу в этом направлении. И очень не обидно, когда все это перечеркнуто поступком единственного мамы или папы, папы, который в неположенном месте, держа за руку, переведет ребенка в неположенном месте. Надо всегда представлять в этот момент, что завтра ваш ребенок, опять же, здесь, в неположенном месте, побежит, и никто его не подстрахует на дороге. Никогда в присутствии детей нельзя нарушать правила дорожного движения. Еще один очень важный момент – велосипеды. Ребенок катается. Где можно кататься? Возможно, стадионы, да, стадионов немного, дети ездят во дворе, да, буквально громкий случай. Это ДТП в Садовом, да, когда у нас произошло. Вот, кстати, там что-то известно, на кого упала вот у Ювина? Или нет пока такой информации? Ну, ребенку 7 лет. Он катался один на велосипеде. Велосипед скоростной, мощный. По двору катался. Ну, и скорость водителя была больше, чем 20 км в час разрешенная во дворах. Ну, смотрите, мы сейчас как работаем по детям-велосипедистам. А перед летними каникулами у нас в каждом классе проходят родительские собрания. И каждый родитель, у кого ребенок имеет велосипед, прослушивает лекцию классного руководителя о том, где и как кататься можно на велосипеде. Ну, хотелось бы обратиться к родителям. Покупаясь ребенку велосипед, обязательно нужно купить защитный шлем. Вот тоже хотела обращать внимание, это сильно спасет? Вот даже если, например, случай серьезного ДТП или несерьезной защиты? Да, это очень сильно спасает, потому что основные жизненно важные функции выполняют все-таки головной мозг, и в шлеме он меньше травмируется. То есть препятствует профилактике получения таких травм. Ну, в общем, да, покупайте, уважаемые родители, покупайте велосипед своим детям. Во-первых, если рядом с домом нету стадиона, это, видимо, нужно сделать так, чтобы ребенок катался только в вашем присутствии. Есть школьный стадион? Пожалуйста, открытый в любое время и ночи. Детям, что действительно на стадионе, там, где нет транспорта, да, кататься. И защита. Защита очень важна. Ну, конечно. В столкновении, например, велосипедисты и машины, там, где водитель машины защищен железным корпусом, велосипедист беззащитен. Скажите, пожалуйста, с какими еще травмами попадают дети летом, да, или в течение всего года в больницы? На что еще родителям стоит обратить внимание? Ну, часто дети падают с горок, бывают такие... То есть на детской площадке даже глаз до глаз. И при том травмы бывают очень серьезные, ломают и руки, и ноги. С этим сталкиваемся. Также сталкиваемся с такими травмами, как сейчас все играют в пейнтбол, очень часто выпадают либо в глаза, либо, опять же, по голове бьют друг друга, получается. Вот, кстати, да, ни разу не пробовал, потому что мне говорят, что боль на синяке остается. Синяки остаются. А для маленького ребенка, да, то, что на взрослом синяк останется, она может получить травмы. Так, а вот какие-то отравления, не знаю, бытовые, что-то глотают дети дома, или какую-то бытовую химию пробуют на вкус? Ну, это не сезонная травма, дети постоянно глотают. Тут же опять необходима беседа с детьми, то, что это делать необходимо. На примере собственного ребенка я вот, как он уже начал осознанно ко всему подходить, я ему говорил, вот знаешь, у меня вчера было дежурство, мы ездили к ребенку, который выпил таблетки якобы вкусные, засунули вот такой вот длинный шланг вот такой толщины. Я говорю, вот хочешь, и тебе засунем, если будешь пить таблетки. У нас проходит, он категорически сказал, нет, папа, все, это мне уже неинтересно. И у нас проходит тоже на экскурсии детские сады, где мы показываем все вот эти зонды, все вот эти шприцы, которыми мы промываем, и дети уже понимают, чем это им грозит. Ну, у нас с вами здесь у всех такая специальность, да, что на самом деле не дай бог приводить пример из личной практики, особенно в следственной комитете, да, я думаю. Есть еще такие опасности, которые, может быть, сразу не придут нам, ну, как бы родителям в голову, да, это интернет. Ребенок без травм, рука не сломана, да, не утонул, но, тем не менее, находится в опасности. Я уже даже не хочу говорить про группу смерти, потому что много было сказано, прошли задержания, да, вот этих вот лидеров. А что еще? Какой еще опасности подвергаются дети в интернете? Или какие случаи были у нас еще ваши? Ну, вот это вот очень такая актуальная сейчас проблема. К сожалению, участились случаи, значит, то есть сообщения о совершении противоправных действий в отношении детей с использованием сети интернет, и особенно совершение развратных действий, преступления сексуального характера. Вот, если говорить о статистике, в первом полугодии по нашим уголовным делам, которые находились в производстве следователей Следственного комитета в Чувашии, 36 несовершеннолетних были признаны потерпевшими по уголовным делам о преступлениях сексуального характера. Из этих 36 детей, 19 несовершеннолетних, пострадали в результате совершения в отношении них преступлений с использованием сети интернет. Это что, шантажируют детей? Каким образом это все происходит? Дети, у каждого ребенка, я думаю, сейчас уже чуть ли не с детсадовского возраста, есть свои аккаунты, у всех есть гаджеты, это понятно. Потом все, соответственно, заводят себе аккаунты в социальных сетях, добавляют себе друзей всех, кого не по поде, кого знают, кого не знают, между собой соревнуются, у кого больше друзей там наберется, у кого больше фотографий в социальных сетях, плюс ко всему выкладывают свои телефоны, адреса, места жительства и так далее, и тому подобное. Вот наши уголовные дела свидетельствуют о том, что как раз-таки злоумышленники ВКонтакте, как правило, в этой социальной сети чаще всего происходят, находят, то есть выбирают возраст определенных детей, например, от 7 до 15 лет, жители Чувашской республики, может быть, еще каких-то, и начинают список тех, кто указал свой возраст, кто где живет, и начинают искать тех, у кого есть телефоны. Начинают связываться либо по телефону, либо могут просто писать ВКонтакте сообщения. Вначале все это, переписка идет безобидно, затем втираются в доверие, просят фотографию, вначале приличную фотографию, потом просят фотографию уже интимного характера, затем, а все это сопровождают тем, что я вот тебе там телефон подарю, я твоей сестренке телефон подарю, я тебе кроссовки куплю, я тебе еще что-то там подарю. Дети абсолютно уверены в том, что все хорошо, все нормально, соответственно, родители ничего об этом не знают. К сожалению, когда родители уже понимают, что не все в порядке, ребенок впадает в глубокую депрессию, и уже там необходима помощь психолога и так далее. А злоумышленники в последующем распространяют их фотографии среди их друзей. Ну, опять же, ничего хорошего это в психологическом плане ребенку не светит. И, соответственно, дети замыкаются в себе, и, наверное, надо тоже родителям знать, чтобы родители объясняли детям, как вести себя, что можно публиковать в открытом доступе в социальных сетях, что необходимо все-таки закрывать свою страницу в социальных сетях, не нужно делать ее открытой, что в случае, если кто-то пишет незнакомый, не отвечать, вот сегодня ездили буквально в лагерь, дети, многие правильно отвечали, добавляли в черный список, добавляют в черный список незнакомцев, не отвечают, как минимум хотя бы не отвечают, не вступают в эту переписку, и это их защищает от того, чтобы в последующем не стать жертвой преступления. Потому что все же это начинается с этого, а потом может привести к тому, что они, может быть, встретятся с этим человеком, которого они не знают, а что у него на голове, психически здоров ли он вообще, с чем он туда придет, и, соответственно, нужно это все объяснить. Я знаю тоже такую схему, когда, например, то так же, как вы говорите, знакомятся в социальных сетях, тоже стеряются в доверии, или прикидываются также ребенком такого же примерно возраста, тоже просят прислать, например, какие-то фотографии откровенные, этим шантажируют потом. Либо говорят, что вот мы знаем, где ты живешь, и если ты то-то и то-то не сделаешь, это какие-то бывают действительно опасные иногда вещи для ребенка, мы сделаем плохо твоим родителям. Вот такие вот схемы я знаю. Дети, да, существуют такие схемы. К сожалению, дети, понятно, они не знают, что делать, потому что они боятся уже рассказать об этом родителям, потому что они понимают, что они вляпались. И вот здесь вот правильно был разговор, доверие должно быть между родителями и детьми. Да, я хочу продолжить как раз с Еленой. Как выстроить действительно, как понять, что ребенка шантажируют, если вот мне говорить? В своей непосредственной практике как раз я и работаю с теми детьми по направлению Следственного комитета, которые подвергаются физическому, сексуальному насилию, либо вот каким-то действиям в интернет-сообществе. И здесь, естественно, опять-таки, да, я возвращаюсь к доверию. То есть это доверительное отношение с родителями. Изначально, когда ребенок знакомится с интернет-сообществом, родитель всегда должен быть рядом. Родитель должен объяснить, на какие сайты можно заходить. Те сайты, где он может получить нужную информацию, новую информацию, там в плане образования, в плане развития, да, естественно, это как бы в плюс. Но также объяснить и опасности, которые интернет-сообщество нам несет. То есть это сайты порнографического характера, там какие-то секты, да, то есть сайты с депрессивным настроем. Молодежь очень часто иногда вот как бы тоже использует их в своей работе, интерес проявляет. Поэтому и рассказать об угрозах, да, как Олег уже сказал. То есть мы не даем личной информации о себе, свои данные, контакты, телефоны, там, родных и близких, да, адреса и плюс фотографии. То есть как только ребенок чувствует какую-то угрозу, он, естественно, должен поделиться с родителем. Ну, а родители со своей стороны должны все-таки отслеживать, где бывает ребенок, чем он интересуется. Сейчас очень много таких моментов, опять-таки, вот в гаджетах можно посмотреть, да, где ребенок и там, как это называется, на интернет отследить, сопровождение есть какое-то, посмотреть, чем он интересуется, куда он заходит, его как бы вот постоянные интересы и сайты. Причем сделать так, да, чтобы это не нарушило то самое доверие. Это как раз то, что вот, да, в популярном сериале есть такая серия, когда действительно мама постоянно следила за дочкой, контролировала. То есть как бы, как вот так вот сделать, чтобы... То есть это тоже надо объяснять ребенку, что я не хочу тебя не контролировать, а знать, что ты в безопасности. Я доверяю тебе, я люблю тебя, я уважаю твои интересы, но если вдруг что-то происходит такое, что тебя напрягает, беспокоит, ты мне об этом скажи, я тебя пойму, приму, и мы найдем решение о твоей проблеме. То есть тоже нужно, да, понять, дать понять ребенку, что в любом случае родитель на его стороне, да. То есть вот не слово ругаю, там, накажу, да, а я в любом случае приму тебя таким, какой ты есть, и мы найдем решение той проблемы, которая возникла. Ты только мне доверься, ты только мне расскажи об этом. Ну что ж, мы обсудили все, что я запланировала. Есть ли еще моменты, которые я не проговорила, которые бы вы хотели донести до зрителей? Хотел бы дополнить к этому, еще у нас проблема одна, это пожары. То есть на пожарах мы тоже теряем детей. За пять лет мы потеряли уже 16. Слава богу, в этом году у нас потерь не было на пожарах, но гарантии от этого нет, гарантии нет. И опять-таки хотел, вот обращаясь к родителям, теряем мы иногда, из-за безответственности теряем малых детей, опять маленьких, любопытных, до пяти лет. Когда они включают электро-бытовые приборы, опять любознательность в отсутствии родителей, а потом в итоге уже полыхает. Но бывают моменты, когда сами родители приводят к тому, что гибли дети. Это был у нас Альковский район два года назад, когда четверо детишек сразу в пожаре погибли, и плюс трое взрослых. Это такой был резонансный пожар, семь человек в мае месяце. До этого было в Баттерском районе, там электро-бытовые приборы, здесь печь затопили в Альковском районе в итоге. Поэтому хотелось бы, чтобы защита электро-бытовых приборов, розеток и все прочее от детей, от малолетних тоже самое предусмотреть. Потому что здесь можно или пожар, или поражение током, все это возможно. И по прогнозам синоптиков, все же август будет жарким и сухим. В какой-то степени, конечно, для населения это отрадно, потому что лето продолжается, но в то же время, хотелось бы подчеркнуть на меры безопасности и на воде, и на дорогах, и в быту, и пожарной. Потому что жизнь дорога, жизнь коротка, к сожалению. И поэтому за безопасность, прежде всего, сами должны за себя отвечать. Хотелось бы вот... Ну да, в общем, уважаемые родители, стоит понять, что дома иногда дети находятся в такой же опасности, не меньше, чем на улице. Нужно помнить. Ну что ж, как поется в известной песне, в каждом маленьком ребенке есть по 200 грамм взрывчатки или полкило. Дети – это дети, от этого мы никуда не денемся. Единственный вывод, который, я думаю, можно сделать сегодня из нашей с вами беседы, это будьте внимательны, берегите себя и своих детей. И научитесь жить ребенка в этом мире. Спасибо большое. До свидания.